здравствуйте дорогие друзья продолжаем наше путешествие путешествие по духовным вершинам и препятствия тоже эта часть путешествия препятствия бывает наше путешествие к вершинам духа это и внешние и внутренние и они мешают достичь цели легко быть восторженным и оптимистом в начале пути познакомился с чем-то сердце загорается а потом начинается рутина и вот в рутине ломаются большинством паром испытания вообще не дают завершить начатое мы медленно откладываем что-то на завтра на послезавтра потом теряем воодушевление есть еще внутренние препятствия это страх разочарование забывчивость лень и так далее внешние препятствия бывают тоже принимают различные формы и вообще надо понимать что иногда даже каменная стена оказывается картонной перегородкой которая замаскирована под камни чтобы мы не пытались пройти никто не обещал нам что дорога здесь в этом мире будет к достижениям духовного величия простое ясно она проходит по интересной живописной местности но не является непреодолимой мир устроен следующим образом свет пытается к нам пробиться на нам мешает наше эго мы сами себе враги когда позволяем нашему эго стоять на пути к успеху мы держимся за свое мнение человек по природе своей готов растрачивать сколько угодно энергии чтобы кто-то доказывать и неважно какой ценой мы часто отвергаем чужие идеи потому что они не наши не возникли в нашей голове если план исходит от человека который мы не любим или не прислушивался к нашему совету мы можем желать даже и провала потому что это не наше да чек так устроен здесь мы возвращаемся к знаменитому дать и взять чек должен учиться давать и брать чек должен распространять добро свет он не может только потреблять свет надо понять что трудности вмонтированы в эту дорогу изначально их нельзя обойти человек хочет чтобы быть здоровым богатым дети все здорово все что было да ну так не вмонтирована в этот путь где то есть препятствие чтобы не сбиться с пути кстати надо знать древнее правило прежде чем подойти к краю изобилия мы должны пройти через пустыню на пути к свету всегда стоит тьма и тут не надо удивляться надо понимать что мир так устроен еще одно правило отдых это не качество этого мира хочет отдохнуть физически нет проблем но в это время значит надо работать духовно в человеческом развитии нет нейтральной позиции либо мы идем вперед либо назад не нету остановки и куда еще главное направление движения потому что можно двигаться безумно в какую-то сторону не понимая куда есть правило жизни если самолет пытается взлететь но стоит на взлетной полосе неправильно или в другую сторону или не на взлетной полосе чтобы мотор и рев взлет и катастрофа каждый может взлететь высоко но для этого надо находиться на взлетной полосе на верном пути на пути веры надо находиться иначе катастрофа опора на материальный мир заканчивается всегда одним и тем же если кто-то считает что выход там деньгах там в славе это еще не не работает ждет разочарование всегда будет что-нибудь кто-то недолюбили где-то не додали где-то не довеселились все не так написано в наших мудрых книгах что кто хочет имеет стоим хочет 200 кто хочет 200 хочет 400 имеет 200 и так далее без конца там же написано что человек ни один человек не ушел из этого мира получив хотя бы половину того что он вожделел так устроен мир как написали мудрецы жить в этом мире как пить соленую воду то есть нельзя выдумывать что материальный мир тебя удовлетворит еще очень важно если деньги можно накапливать в виде сбережений то накапливать время для использования в будущем к сожалению невозможно время уходит безвозвратно единственное что в наших телах не терять его понапрасну направление должно быть на вершины на духовные немножко на материальные чтобы у нас была браха и в духовном и в материальном браха вы от слуха любые мудрецы любые мудрецы